Добрый день дорогие друзья привет из осеннего кишиневского троллейбуса номер 3 едем на телецентр Надокучаева и думаю почему бы не воспользоваться как обычно это делаю случаем и не поснимать вам кишинев из окна троллейбуса как вы это любите видеть а я люблю это делать и снимать улица Чернышевского бывшая сегодня Иван Крянга Сейчас мы будем пересекать улицу Билинского где на перекрестке вот перед нашим узором раньше была химчистка вместо этого новостроя и сейчас поворачиваем на Билинского идем в сторону Комсомольского озера и на Памфилова повернем налево на телецентр Только вчера вспоминали с друзьями наше детство юность как мы ходили помню вот по праздникам праздничные дни выходные мы с родителями времена люди одевались красиво аккуратно и мы добирались на троллейбусе Или даже пешком мы помню очень часто почти всегда мы шли пешком по Билинского на Комсомольское озеро с родителями с моим дядей и тетей вот по тому тротуару по той стороне Блин было время интересное Сейчас почти все так же Наслаждайтесь дорогие друзья Справа кто помнит были воинские части Мотострелки ВДВ Помните забор такой был Армейский Сейчас его нету Сейчас там строят новострой Воинских частей нету Разнесли их в пух и фрах И безвесущие пресловутые новострой И безвесущие пресловутые новострой А здесь вот еще остался оазис старых советских двухэтажных хрущевых Тут раньше был бар Командор И Марта Тоже я застал оба бара Такие Без претензий Простые Вот улица О, кто-то звонит Позвонил друг с телецентра К которому я еду Ну я сейчас еду на Докучаево за Кушмой Вот выезжаем мы на Панфилово Здесь у нас какой-то институт Много табличек я не помню Как он назывался В свое время Организация такая Государственная На перекрестке сразу Панфилово сейчас в осенней группу Ой Европа По телу И школа на Панфилово Возле Возле ботанического сада Номер какой Кто здесь учился тот знает Я не помню Раньше помню Вот Четырехэтажки Это хрущевка Четырехэтажная И рядом Пятиэтажка Здесь по улице Пока Много таких Двух-трехэтажек Сталинских Хрущево-сталинских И ботанцев И ботанцев Все называют Ботаническим Двух-трехэтажек 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 И строили его Как замольцы Добровольцы Двух-трехэтажек 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 Это плохо Очень плохо Весь сквер Возле Дневного кинотеатра Видите сделали Такие столики Но Наблюдаем Там отсутствие Присутствие Шахматистов И людей играющих Играющих в домино Соввернувшились Омса Здравствуйте А В этом ЗАГСе, тот старый классический ЗАГС, многие тут сочетались, многие, конечно, и развелись какие-то, естественно, в другом месте, да. Добавляемся до улицы Огаря и Пушкина, между которыми расположился наш госуниверситет, тут раньше были классные частные домики, сейчас вот что это, грунт, 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 не смог прочесть нормально. Это водонапорная башня, музей, который сейчас засмотровой площадкой, ни разу тут не был, тяжело подниматься, хотя чуть тяжелого, раз, два, три, четыре. Ну, здесь этажи трехметровые, еще можно подняться ради вас. Вот мы на Садовой, наш университет. Это вот здесь, еще один центральный вход, это каскадная Потемкинская лестница, так называемая, спуск к озеру, вот здесь. Не хотел вам мешать послушать голос диктора, молдавский язык, родной. О, торпедо, когда-то ехал на этой фирме в Болгарии. О, торпедо, вот видите, какие машины АБНСЕ. Кто, мне честно, сможет ответить, зачем они здесь занимаются, какой пользой, и все джипы, видите? Все джипы, и все белого цвета, все оборудованные, для них площадка отдельная. Кто-то же их финансирует. Они ничего не производят, никакого продукта. Вы, наверное, догадываетесь, чем они занимаются. Это часть внешнего управления нашей страны, как и многих других коллагодарных стран. Той же Болгарии, в которой я часто бываю, очень недавно приехал с командировки. Сейчас увидим мою любимую Олесу Комсомольскую, на которой я снимал репортаж Дяди Голи, который на заставке моего канала. Это было главное видео моего канала, любимое. И здесь же находится консульство Болгарии. Сразу вот тут рядом, без тепла. Вон там. Сейчас будем поворачивать на улицу Котовского. Кринчест. Сейчас назвали. Здесь армянские кладбище и чуть выше мемориал. Сейчас я позвоню. О, остановочка. Вот тут чуть выше были раньше три покойника, кто помнится. Павел, я уже почти на 40 лет на третьем троллейбусе. А где вы там, где стоите? Внутри, да? Внутри. Все, хорошо. Слева, справа будете ваши. Я увижу, короче, я увижу. Если что, позвоню. Если что, позвоню. Я вот на троллейбусе еду сейчас. Подлечаю 40 лет. Все, нормально. Я вас увижу. Мне фотографию сделал Сережа, мой друг. Да, все, пустите меня. Все. Позвонил этому Павлу, который с Кушмами на Докучаево. Вот, поснимаем. Поснимаем. И базарчик. Надо Кушаево. Сюда, блин, были киотки. Да как испахабили город. Шиты были. Правой был базарчик. Сейчас новострой идиотский. Все, все через одно место в этом Кишиневе. Блин, ё-моё. В Варну заезжаешь, все узнаваемо. Ну, правда, там поменяли автовокзал. Все остальное место. Здесь сейчас будет еще одна остановка. Улица Мичодина. Следующая Докучаево. Вот. 40 лет по ЛГСМ. Памятник сделаем. На той стороне детская больница. Солнце светит. Контражур. Здесь министерство труда. Какого труда? Какое министерство? Туда уже и труда нет. Ни заводов, ни фабрик. Чем они там занимаются? И тут был классный петчок. Частные дома. И тут уже выстроили новострой. Там Сиконс. Вот эти вот модные названия. Ставят Лебед на домах. Безликое сооружение. Смотрите. Да, место хорошее. Но, блин, тут были деревья. Как-то романтично. Все хорошие места оккупируются. А, тут сделали остановку. У нас еще одна будет наверху. Да. Георгия Тудор. Георгия Тудор. Что такое? Георгия Тудор. Все его знают. Кто не знает, начнет изучать. И вот так потихоньку приучают к другой культуре, к другой истории. А тут не было остановки. Было 40 лет. И здесь на Ичурино. Да, вот сейчас установка должна быть. И следующее я закачаю. О, мне пора сворачивать камеру, чтобы не дать замешкаться при выходе. Уже поснимаю вам. Потом вам на месте. О, слышали сразу? Докучаев, Докучаев. Ничего не сделал плохого никому. И поэтому его улицу с его именем оставили. Пустите продолжение, дорогие друзья. Мы на Докучаево, дорогие друзья. Привет вам в стиле центра. Сейчас троллейбус тут под министром. Развернем камеру. Посмотрите, что здесь. Наша жизнь, как вокзал. Суета на перроне. Не успел и отстал. Все за счастьем в погоне. Поезд в рельсы стучал. Монотонную самбу В эту ночь повенчал. Нас с тобой душный тамбур. Случайная попутчица. Я думал, все всерьез. Ты мне дана, чтоб мучаться.